Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Начинаем очередной влог. Если честно, сегодня снимать влог я не собиралась, но как-то в мукбанке я вам сказала о том, что у нас здесь будет лейпей в честь покупки моей квартиры. Ура! Без кредитов, без ипотек, сама не могу поверить, что у меня есть однокомнатная квартира рядом с метро. И в общем, когда я ее покупала, мне моя подруга Жали говорила, как купишь, обязательно сядем, там поедим и так далее. Но так как я купила, так сказать, не в идеальном виде, мы переделывали кое-что, переклеивали обои, заказывали мебель, поэтому немножко это перенеслось. Поэтому я решила наконец-то уже сегодня устроить лейпей, как говорит мой отец, так скажем, да. Надо кое-что приготовить, убраться, и как раз-таки с уборки, пожалуй, я и начну. На самом деле, изначально мы планировали, естественно, отмечать уже на квартире. Именно поэтому мы ждали кухню, затем и стол, чтобы уже нормально там по-человечески посидеть. Но в последний момент сегодня утром я задумывалась о том, что на квартире нету пока что кондиционера. А у нас на квартире, то есть на маминой, кондиционер есть. Я думаю, будет намного комфортнее сидеть сперванной и с Жали именно в помещении, где есть кондиционер. А на квартиру мы можем просто после наших посиделок поехать и посмотреть, показать. Я думаю, так будет удобнее. Позвонила Жали, сказала об этой ситуации, что лучше сделать, как лучше. Она сказала, не без разницы, лучше, конечно, чтобы был кондиционер. Именно поэтому я начинаю уборку, убираться здесь, приводить все в порядок, потому что мы будем сидеть уже в этой квартире. Хотя она тоже находится недалеко. После посиделок отправимся туда и просто чисто посмотрим. В последнее время я начала обращать внимание на то, что люди с каждым днем все больше и больше обращают внимание на то, что они едят, в каком объеме и какого качества продукты, которые они употребляют в пищу. И вы знаете, это неплохо. Это, наоборот, очень хорошо. Остается только главный вопрос, где же выгодно купить фермерские продукты хорошего качества и по приятной цене. Я вам до этого рассказывала про проект Россельхозбанка, но хочу рассказать еще раз. У них есть потрясающее приложение, которое называется «Свое родное». Здесь очень удобный интерфейс, легко выбирать продукты, есть разные разделы. А самое главное, это приложение подходит как на iOS, так и на Android. Все очень просто. Захожу в продукты. Здесь есть разные разделы. Рыбы, мыли, продукты, молоко и яйца, сладости, хлеб и выпечка, сыр, овощи, мясо. В общем, все, что вы захотите. Заходите в нужный вам раздел. Я, например, захожу в сыр. И здесь есть разные сыры, которые вам нравятся. Вы можете добавить в корзину, а затем уже и заказать. Также огромный плюс этого приложения заключается в том, что здесь есть рецепты. С продуктами, которые вы, например, купили, вы можете приготовить в подробностях. Все написано, даже есть картинки, по которым вы легко можете приготовить блюдо, которое хотите. Также здесь есть очень интересный раздел, называется «Фермеры». Здесь вы можете поддержать своего любимого фермера или фермера, который находится неподалеку от вас. В общем, приложение – сплошные плюсы. Так что обязательно скачивай. Ссылочку я оставила в инфобоксе. И пиши в комментариях свое мнение об этом приложении. Пока я здесь убиралась, мне привезли роллы. Здесь у нас получается 90 штук. Прикиньте, огромный сет заказала, чтобы всем хватило. Положили мне с этим сетом 3 пары палочек. Но нас будет больше, но у меня дома есть палочки, если что. Посмотрите, какие крупные роллы. Очень аппетитные, идеально ровные. И вот еще огромная Филадельфия, Калифорния. И еще здесь. Короче, роллов хватит всем. И здесь мои любимые запеченные. Ровно 90 штук. И кто сюда просится поесть? А кто? Это кто за мальчик? А что за мальчик такой сладкий? В общем, теперь передо мной встала дилемма. Как вы думаете, лучше разложить по тарелкам или прям так? Может, прям так, прям на стол? Чтобы не заморачиваться и не пачкать ничего? Или так будет все-таки не очень культурно? Быстро спустилась, купила арбуз. Надо разрезать, поместить в холодильник, чтобы к приходу гостей уже арбуз был холодный. Еще взяла напитки. Кондиционер, пожалуй, на 17. На 17, чтобы хорошенько охладилась комната. Я закрываю дверь, чтобы люди зашли сюда, как в холодильник. Напитки сразу в холодильник. Хотя они прохладные, но все равно. Чтобы арбузик у нас быстрее охладился, я решила поместить его не в холодильник, а в морозилку, потому что времени у меня осталось буквально 5 минут, и уже гости у порога. Вы знаете, я подумала и решила, что буду прям на столе вот так вот оставлять. Чем я это все руками буду ковырять, размещать на тарелочке. Пусть вот так вот культурненько останется, и посуду мыть не надо. Вроде бы по моим почетам все всем должно хватить. Смотрите, какая красота. Еще у нас на столе будут супер острые копченые крылышки. Каждому я кладу по тарелке, по палочкам, потом вилку, соевый соус, имбирь и васаби. Ну что, так выглядит промежуточный вариант моего стола. Еще надо напитки сюда, арбузик, фрукты и все дела. И как всегда, меня подводит наш лифт. Гости внизу не могут подняться наверх, потому что у нас лифт работает только вот такой вот штукой. Приходится мне спускаться, хотя мне надо накрывать на стол и делать свои дела. Такие вот неудобства. При покупке квартиры если учитывайте на эти моменты, потому что в моей новой квартире такого нету. То есть таких вот обременений нет, слава богу. Пока я спускалась, эта красотка уже поднялась. Рассказывай, как так получилось? У вас соседи меня подняли. Один дверь открыл, другой лифт нажал, так что я поднялась. Да вообще так часто, вот у меня с Асель тоже самое. Была Асель, говорит, здесь никого нет, спускайся вниз, я спускаюсь, а она уже поднялась. Да, пока стоишь, никого нету, потом раз, откуда-то они берутся. Смотри, какой у меня супер. Как тебе? Красота. Я надеюсь, ты голодная пришла. Так, пришла Жаре. Викс, не бойся, солнышко, нам тут подарки принесли. Подарки для тебя хорошо. Так, очень интересный пакет. Что они делают? Так, открываем. Чувствую, жаре, что моя мама будет в восторге. Открываем. Смотрим, что тут. Я не поняла, что хочешь, ты тоже снимай? Давай. А как я распаковываю? Только я тут немножко не поняла, что это. А распаковка попадает. В рюмке? Да. Вау, я понимаю даже, для чего это. Это вообще для чая. Что? Это вообще для чая. Это набор для завтрака. Посмотри дальше. Это не рюмки, да? Она думает, это же. Вау, посмотрите, как красиво. Вау. Очень красиво. Спасибо, Жаре. Честно, вот от души. Я посуду ненавижу, но... Это по-любому, для другого. Это для оливков. Не всего. Извиняйся. Посмотри дальше. Ой, извиняюсь. Вот что значит моя способность. Хозяйка. Так. Нет, свет лучше светит. Не, ладно. Вау. Это вот так. По-любому. Мне кажется, это для... Наоборот, значит, то, что я подумала. Нет, нет, там есть под этим. ничего нету. Вообще-то, я что-то путаю. там, под этими. Вот под этим. А, тут здесь много чего интересного. Вау, очень красиво. Я вообще в шоке. Какая красота. Это я приданная. Да, я, кстати, я это купила. Все, вообще, будем чай пить по-любому. У нас теперь есть из чего пить чай. Нам Жаня подарила. Вау. На завтрак тоже ты приходи. Как классно. я поняла теперь. Ребят, сейчас объясняю вам. В общем, здесь два вида таких блюдец. Блюдец, это для чая, вот под эту штучку. А это уже для мед, там, не знаю, алики. и так далее. Вау, очень красиво. А это нужно, чтобы повкусить. Не надо было так растрачиваться. Я ей сказала изначально, что купи туалетную бумагу и доставки. У меня в тарелках другое. Вот такие большие. Все, вот такие большие тарелки. А дизайн какой интересный. Смотрите, как тебе правонент? Отлично. Ты одобряешь? Вау. Красота. Все, если бы, девочки, такие вещи дарить, пусть я, может, тоже и замужем. Так, спасибо. Мне кажется, это больше твоя мама оценит. Да, я уверена, что моя мама. Моя мама обожает такие вещи. И приходите к нам на завтрак. Как и моя мама. Я сама в этом ноль. Как и ты. Твикс уже оценил. Жали. Он особенно любит карача. Первая, когда Соню будешь выдавать за Твикса, если что, придано, и ты знаешь, где брать. Кстати, как сон можно? Нормально? Да. Что-то с 20 манат заходишь. Ну, есть отсюда. Да-да-да. 20 манат заходишь и безлимитно можешь кушать роллы. Но проблема в том, что за 20 ман ты можешь охренеть купить роллы и есть их спокойно. 90 роллов мы поели. Видите, сколько осталось, потому что роллы были крупные, очень-очень вкусные, очень-очень вкусные, даже много. К курице даже никто не притронулся. Мне очень понравилось. Это для... Для чего надо? А это для стакана? А это для стакана? Шипит? А не вот это. Шипит он? Когда ты уже откроешь, ты будешь знать, вот это не для стакана. Вот это. Ну, очень красиво, честно. Вот я... Видно, что от чистого сердца подарил человек. От почек. От почек. Это, наверное, уже для там сыра, все дела. Смотрите, какое красивое платье уже, Лим. Это Зара, да? Ой, Манго. Манго. Надо тоже... Ты почему сразу, как купил, мне не сказала? Я побежала, тоже купила. Не, ну, честно, мне очень нравится. Спасибо огромное за подарочек. Это реально прям очень со вкусом. Боюсь, что моя мама отнимет у меня это. Скажет, мое. Мы, короче, поели, наелись, обожрались, точнее. И теперь... Обжирались калории. Да, и теперь мы идем на мою квартиру как раз покажу гостей. Мы вообще планировали изначально, сначала пойти туда, показать квартиру, а затем прийти нажраться. Ну, просто рулы так классно пахли, что я подумала, лучше давайте нажремся, а потом направимся смотреть квартиру. Тем более, сейчас уже прохладно. Авто в 5-6, очень жарко. Поэтому, мне кажется, это самое выгодное решение. Давай, порой мне туда, куда я в тренажер покажу. Самый счастливый. Видите, катается. Я тоже хочу так. Вот давайте отсюда, вот через эту дырку надо пролезть. Давай. Ааа, какая кухня просторная. Первые впечатления были более искренними, на самом деле. Очень клево, очень клево. Цвет шикарный. Шикарный делали. Мы решили тут тоже попить чай. Вот мои гости. Для них организовываем чай. Я уже дома. Сказать, что я сильно устала, на самом деле, нет. Наоборот, отдохнула душой, но физически немного устала. Теперь надо помыть посуду, все разложить по местам. День провели от души. Заодно познакомила Первану с Жоли. Хорошо, что, кстати, я не стала пачкать посуду. Это просто я выброшу и мыть тут совсем чуть-чуть. И все, что осталось, отправила с Перваной домой. Все равно я это уже есть не буду, на завтра буду думать что-то другое. На следующий день уже роллы не такие вкусные. Блин, что делает Твикс? Что ты творишь? Когда были гости, он ниже травы был просто, очкошник. Сухрабрый стал, как они ушли. Хлабрый стал. Смотрите на него. На улице увидели, кстати, его сестренку. Облизывала свою ляжку. Ты бы тоже был бы там, мой сладость. Смотри, какой красивый. Я пойду мыть посуду, делать свои дела. С вами хочу попрощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кстати, следующую неделю, суббота, воскресенье, я еду в деревню. Спасибо.